Доброе утро, уважаемые трейдеры! Мы прежде всего ориентируемся на то, что происходит в плане событий, статистики новостей, ища топливо для движения активов именно в этом. Когда есть хорошие технические сигналы, я стараюсь их тоже добавлять в качестве дополнительной аргументации того, почему по определенным инструментам нужно действовать так или иначе. Надеюсь, что выходные прошли неплохо, вы не растеряли хороший настрой. Сегодня, кстати, у нас на открытии азиатской сессии доллар начинает активно восстанавливать свои ценовые позиции. Да и в целом можно сказать, что американская валюта неохотно теряла пункты в конце прошлой недели. Это явно доказывает то, что покупателей в этом активе по-прежнему очень много. И по мере выхода отчетов, которые можно будет использовать для роста этого инструмента, доллар заберется повыше. С этим нужно сейчас работать, это нужно допускать. Я снова повторяю, друзья, то, что не нужно строить каких-то ненужных сейчас иллюзий, якобы, что американская валюта, которая теряла очень много в последние, скажем, месяцы, ну, в основном это справедливо даже для прошлого года, никогда не сможет набрать уровней, которые позволят нам говорить о том, что это дорогая валюта. Это не так. Доллар явно развернулся в плане тренда. Доллар будет укреплять свои ценовые позиции. И доллар будет чувствовать себя все лучше и лучше, потому что чем больше времени мы сейчас с вами будем отрабатывать на финансовых рынках, тем больше у нас будет поводов, благодаря которым мы будем говорить о росте процентных ставок и росте доходности американских облигаций. Это, на мой взгляд, два основных локомотива, которые будут тащить доллар вперед. Ну, единственный, скажем, противоположный сигнал, сигнал, который может привести к ослаблению курса доллара, это геополитические риски. Но о них рассуждать, я думаю, сейчас не имеет смысла. Если таковые на рынке появятся снова, вероятность, безусловно, есть, тогда и будем говорить. Сейчас никаких форс-мажоров хорошо на рынке нет. Мы смело можем работать с привычной статистикой и со старыми добрыми ожиданиями того, что до конца этого года ФРС не меньше двух раз поднимет повыситые процентные ставки, а может быть даже и три раза. О долларе мы поговорим, будем, собственно, спекулировать на нем на протяжении всей недели. И параллельно у нас на этой неделе очень много важных отчетов для британца. Долго мы их ожидали, собственно, эту дату заседания Банк Англии, решения по процентной ставке, голосования, протоколов и пересмотра показателей по экономическому росту и инфляционных ожиданий. Нет, это все в четверг, поэтому традиционно этот день мы называем с вами супер четверг, хотя мы взяли эту фразу, скажем, у прочих экспертов рынка, которые анализируют, опять же, перспективу фунта для институциональных инвесторов. Но это в основном, скажем, комментарии, которые часто используют в своем обиходе аналитики крупнейших банков. Ну, я согласен с тем, что это действительно день, который нужно как минимум называть супер четвергом, потому что в этот день все отчеты, которые могут серьезно повлиять на фунт, фактически уложены по хронологии и мы с вами анализируем внутри одного торгового дня. Для других регуляторов очень часто важные отчеты размываются на длительные промежутки времени, но вот банк Англии решила, что все можно уместить в одну торговую сессию. По фунту нам сейчас нужно получить достаточный импульс роста, потому что, знаю, друзья, что многие из вас уже устали от того ралли, которое британская вольта развивала в последние недели, фунт действительно очень сильно просел. Я бы даже сказал неоправданно, потому что можно было, собственно, смириться с фактом такого мощного ослабления британца, если бы у нас был такой конструктивный негатив касательно Брейзита, если бы у нас было четкое заявление банка Англии о том, что при текущей статистике, собственно, повышение процентных ставок не видать как своих ушей. Ну, собственно, ни первого, ни второго какого у нас не было, поэтому я считаю, что рынок не должен, а фактически обязан перезагрузиться и снова переосмыслить свое отношение касательно того, что будет с монетарной политикой дальше. И я делаю очень большую ставку на то, что в этот четверг Банк Англии нам поможет в этом и все-таки вернет британца к прошлой динамике, которая предполагала укрепление, собственно, этого валютного инструмента. Ну и еще несколько отчетов у нас будут по еврозоне, по США. Самый главный, пожалуй, из них это данные по индексу потребительских цен. Но это уже ближе к концу недели. Я думаю, что у нас будет достаточно времени еще, чтобы вернуться к этой статистике и поспекулировать, по, скажем, рассуждать по поводу того, что с валютой может произойти. Давайте теперь пару слов про нефтянку, которая сейчас явно портит настроение медведям, потому что нефть без каких-либо локальных откатных выраженных движений продолжает двигаться вверх, переписывая многолетние максимумы. И все это происходит лишь на ожиданиях одного событийного риска. Это возможности выхода США из ядерной сделки по Ирану. Возможно, проводя параллель с реакцией актива на новостной фон, который я сейчас озвучил по британцу, можно было бы смириться с такой динамикой, если бы действительно были какие-то решения. Ну, вот, к примеру, если бы США действительно приняли решение выйти из этого соглашения. Ну, а пока что этого решения еще нет. Напоминаю, что до 12 мая времени все меньше и меньше. То есть, фактически, эта неделя, друзья, предстоящие 5 дней, это торговые сессии, которые будут изначально нести такой мощный фундаментальный заряд. Это полноценная фундаментальная бомба. И нам придется работать с возможностью двух сценариев. Либо США выходят из сделки и котировки нефти с большой долей вероятности продолжают двигаться вверх. Либо США все-таки признают необходимость сохранения, скажем, спокойствия на мировой арене и особенно геополитического спокойствия. Решают продлить соглашения по аутому. Котировки нефти быстро разворачиваются вниз и лихо, собственно, летят к уровням ниже, собственно, возможно, даже 70 долларов за арт на баррель. Два абсолютно противоположных сценария. Событие это крайне важное. Оно настолько важно, друзья, что трейдеры, в принципе, даже не обращают внимания на статистику. Ни на запасы, ни на объемы добычи, собственно, ни на статистику по количеству нефтяных терминалов, которые мы традиционно с вами используем для того, чтобы определить, сколько нефти в Штатах будет добываться в будущем. Статистика вообще сейчас не интересует трейдеров. Все вертится вокруг решения, все вертится снова вокруг Трампа и вокруг того, что происходит в его голове и фактически тех решений, которые будут озвучены. Надеюсь, что все-таки второй сценарий, когда Трамп принимает решение о продлении соглашения, будет реализован и это позволит нам, собственно, вернуться к продажам. Что касается первого сценария, когда США выходят из этой сделки, я даже позволю себе предположить, что, учитывая тот рост, который уже произошел, в принципе, быки уже заложили в стоимость актива реализацию этого сценария. Поэтому даже в случае притворения в жизнь первого исхода, возможно, ралли уже вряд ли будет повышательным и существенным. Я, как и раньше, друзья, все же больше склоняюсь к тому, что потенциал для снижения в нефтянке гораздо выше и понимают, что этот потенциал может быть реализован уже реально в рамках текущих пяти дней. Будем держать руку на пульсе, буду держать вас в ведении того, что происходит. Хорошо, что у нас есть возможность с вами встречаться каждый день, поэтому, если нефть относится к категории тех активов, которыми вы спекулируете, с огромным удовольствием приглашаю, безусловно, на брифинге, который проходит в прямом эфире каждый день через перископ. Ну и запись мы также укладываем на YouTube. Российская валюта 6254 рубль периодически оказывается выше 63, соответственно, против доллара. Опускается ниже, диапазон все больше раскачивается про торговки. Но этот диапазон в целом предполагает только один основной вектор движения рубля. Это девальвация. И вопрос лишь в том, насколько она будет значительной. Я думаю, что при текущих ценах, если рубль держится выше 62, конечно же, мы можем смело и, наверное, с максимальной долей вероятности ставить на то, что в ближайшие недели, по мере того, насколько быстро все-таки нефтянка скорректируется по стоимости, рубль уйдет к новым, более-менее справедливым ценовым значениям, котировкам, которые, в принципе, находятся даже выше 65. И я надеюсь, вы все прекрасно понимаете, с чем это связано. Доллар японская иена котировки на текущий момент чуть выше, собственно, 109. Я думаю, что эта неделя будет очередной пятидневкой, когда американская валюта наберет больше ценовых позиций. У нас сейчас есть такой психологический рубеж 110. Видели мы пару повыше, можно сказать, несколько дней назад на несколько пунктов, но удержаться там котировки не смогли, поскольку 10-летний трежий отступили по доходности снова ниже 3%. Но я также не сомневаюсь, друзья, что по мере выхода очередной порции сильных отсчетов, особенно по индексу потребительских цен, это статистика, которую мы ожидаем с вами в этот четверг. Посмотрите на прогнозы, на ожидания, сможете лично убедиться в том, что в месячном, что в годовом выражении прогнозируется прирост. Соответственно, чем выше забирается инфляция сейчас, тем выше уверенность в том, что ФРС будет оставаться на пути роста процентных ставок. И вы помните, мы изначально с вами стали ориентироваться на три заседания, это июньское, сентябрьское и декабрьское, когда ФРС реально может поднять процентные ставки. Впереди у нас июньское заседание, состоится оно 13 июня. Ждем, что по итогам этого заседания ставки будут подняты. До этого, я думаю, что американская валюта против иены сможет забраться повыше текущих значений, потому что есть в буквальном смысле все для этого. У нас был один риск, это переговоры между США и Китаем, которые прошли в конце прошлой недели. Фактически в пятницу они были завершены, я с нетерпением ждал, когда же на рынок поступят новости, итоги, собственно, этой встречи. Первые были отсылки на сообщения представителей делегации китайской стороны. Никакого негатива, в принципе, никакой конкретики. Но согласитесь, что если бы были причины, из-за которых мировая общественность снова должна была затрепетать темы, что торговое противостояние усиливается, мы наверняка бы сейчас не видели пару долларов и японской иены на текущих значениях. И, скорее всего, снова был бы повышенный спрос на защиту, в частности, на японскую валюту. Негативных комментариев не было, но, опять же, ждали мы более-менее какой-то конкретики на протяжении всей пятницы. И только после того, как американская делегация прибыла в США, уже, скажем, в Штатах, давая интервью, Стивен Мучин отметил, что по многим вопросам удалось договориться. При этом, опять же, не особо была сделана ставка на детализацию этих переговоров. И мы лишь сейчас вынуждены работать с тем, что переговоры прошли конструктивно. Я считаю, друзья, что благодаря таким комментариям мы можем на какое-то время забыть о торговом противостоянии с Китаем. И, как я уже отметил, достаточно нам опять снова фокусироваться на статистике. В пятницу Non-Farm Parals отчет крайне важен для американской экономики, для рынка труда и для будущих решений ФРС по процентным ставкам. Уровень безработицы на минимальном значении за последние 18 лет – 3,9%. Количество новых рабочих мест – 164 тысячи. Зарплаты, на мой взгляд, тоже находятся на достойной медиане роста – 2,6%. Это совершенно неплохо, это только подтверждает, что ситуация не ухудшается, а постепенно, нейтрально, если можно использовать такое выражение, прогрессирует. Я бы даже позволил себе сделать комментарий о том, что показатель по безработице – 3,9%. Это очень крутое основание для того, чтобы мы с вами продолжали говорить о сокращении свободных ресурсов на национальном рынке, о приближении американской экономики к максимальной занятости, которая, как вы знаете, будет ознаменовать период усиления конкуренции со стороны работодателей. За тех, скажем, профессиональных сотрудников, которые и потенциально, людей, которых можно задействовать, конкурировать с точки зрения роста заработных плат. И поэтому, ссылаясь на комментарии Уильямса, Каплана, Бостика, это заявления и, по сути, выступления, конференции, которые состоялись после выхода данных по Non-Farm Perils, я считаю, что мы получили четкое подтверждение того, что голосующие члены ФРС абсолютно, скажем, не питают каких-либо иллюзий, без каких-либо витиевастостей заявляют о том, что американская экономика готова к тому, чтобы ставки повышались и дальше. Поэтому, возможно, сегодня мы видим такой повышенный интерес к доллару, потому что рынок после выходных переосмыслил, опять же, последний бодный на финансовых площадках. И сейчас пришел лишь к выводу о том, что американец будет расти. Поэтому, друзья, мы сохраняем с вами длинные позиции. Я думаю, что даже покупки по текущим котировкам, то есть по рынку, это тоже хорошие точки входа. Ждем пару выше 110 иен против американца. Я думаю, что в ближайшее время для доллара будет обозначена против иены совершенно новая ценовая реальность. И мы получим, опять же, сигналы того, что пара будет восстанавливаться в район 115 иен против доллара. Фонд против американца, как я уже отметил, супер четверг впереди. Ждем решения по процентной ставке, ждем риторику представителей Банка Англии и ждем выступления Марка Карни, который возглавляет данный регулятор. Я по-прежнему склоняюсь в пользу того, что ставки нужно повышать. И здесь нужно четко просто осознать, друзья, то, что повышать ставки сейчас – это не демонстрация того, что в экономике все хорошо и поэтому она может справиться с более высокими показателями заемственных средств. Повышение процентной ставки для Банка Англии сейчас относится совершенно другую задачу. Это единственная возможность привести к резкому укреплению курса национальной валюты, потому что только так можно будет сохранить давление на показатели инфляции. Я рекомендую вам, если вы спекулируете британцам, посмотреть на данные по росту зарплат и показателю по инфляции. Вы поймете, что нужно влиять на текущие показатели инфляционного давления, потому что в противном случае английская экономика будет вынуждена сталкиваться с такими же слабыми показателями активности потребителей, как и раньше. Это в конечном счете приводит к той скромной динамике по экономическому восстановлению, которую показывает британский регулятор, да и в целом британская экономика. Поэтому разворот должен произойти. Я даю, собственно, Банку Англии сейчас последний шанс, чтобы сохранить на рынке покупателей оптимистов в отношении фунта. Если они сейчас не дадут рынку понимание того, что ставки будут повышаться, я думаю, что они совершат страшную ошибку в плане того, что ситуация снова уйдет в затяжной пике. И спустя, скажем, полгода после текущего заседания мы будем говорить о катастрофически подавленной активности потребителей, основу высокой инфляции и скромном приросте заработных плат. Надеюсь, что Банк Англии не совершит ту самую ошибку, которую в конце прошлого года совершил Банк Канады, которую сейчас они пытаются спешно исправить. Поэтому по фунту сохраняем длинные позиции. Австралийц против доллара. Очень важный отчет у нас завтра в 4.30 по московскому времени утром. То есть на брифинге мы уже с вами поговорим о тех цифрах, которые будут опубликованы по активности потребителей. Я не сомневаюсь в том, что статистика снова разочарует. А вы знаете, чем слабее данные по активности потребителей, тем, соответственно, ниже и меньше уверенности в том, что инфляция будет претендовать на движение к целевому значению. И тем больше причин у нас говорить о мягкой экономической политике. Я рекомендую сделку с селлимит с уровня 0.7540. Снова продаем и ждем австралийца в районе 0.74. По новозеландцу схожая ситуация. Можно продать через отложку с селлимит с отметки 0.7040, друзья. Это тоже та сделка, которая будет направлена на попытку получить профит не меньше, чем 150-200 пунктов. То есть целевой ориентир здесь, я полагаю, можно выставить на отметке 0.68. Ситуация по новозеландцу точно такая же, как и по австралийцу. Такие же риски, такие же причины, которым нужно эти инструменты продавать. Ну и, пожалуй, самый главный аргумент это то, что происходит с американской валютой. Доллар сейчас не будет ни с кем делиться первенством и лаврами бодрости рыночной. И скорее это он будет набирать ценовые пункты, чем, собственно, другие валютные активы. Европейская валюта в связи с этим тоже будет у нас оставаться под давлением. Как я уже отметил, еще в пятницу пути ЕЦБ и ФРС окончательно разошлись. Регуляторы отдаляются друг от друга в плане монетарных политик. Это создает очень хорошие условия для продаж, таких позиционных, поскольку тренд уже совершенно развернулся. Очевидно, это и по евро можно ждать отметки там 0, точнее 1.16-1.17. Сделка, которая может стать довольно неплохой в рамках этой недели, это тоже через отложку продажи сэллимит с уровня 1.1985. И помимо роста курса доллара, помимо решений будущих ФРС о том, что ставки будут повышаться, помимо решения Европейского Центрального Банка не рассматривать в ближайшее время возможности выхода из экономических стимулов, не забывайте про статистику, которая буквально с каждой недели еще больше убеждает нас в том, что ожидания рынка того, что ЕЦБ может встать тоже на путь жесткой монетарной политики, были чрезмерными и крайне ошибочными. Я об этом говорил на протяжении практически года, и вот сейчас трейдеры наконец-таки в это поверили. Собственно, в пятницу вышли еще данные по ровничным продажам, которые ожидаемо просели, оказались хуже прогнозов. 0,1% с прошлого роста 0,3% и в годовом мы вовсе спад с новой 8, друзья, до 0,8%. Европейская экономика начинает в прямом смысле буксовать, и я думаю, что это вот та самая реальность, которую долгое время скрывали, опять же, статистики европейские. Ну вот больше этого делать уже нельзя. И мы с каждым отчетом убеждаемся в том, что высокий курс европейской валюты нанес очень серьезный удар по благосостоянию европейской экономики, по конкретной способности производителей и по состоянию промышленного сектора, ведущих локомотивов еврозоны, я имею в виду ведущие страны. И сейчас мы получаем постоянные сигналы о том, что ситуацию может исправить только тот, скажем, факт, если европейская валюта, собственно, будет стоить меньше. Поэтому в связи с этим и ориентиры по евро предполагают нахождение этого актива и, собственно, котирование этого инструмента против доллара по уровням уж точно ниже отметки 1,18. Друзья, на этом, собственно, все из важных отчетов. Сегодня предлагаю дождаться индекса потребительской уверенности Centix по еврозоне. Этот отчет вряд ли вызовет какие-то движения по европейской валюте, но позволит нам понять, что потребители думают о текущем состоянии валютного блока, текущем состоянии экономики еврозоны. Что думают о нем предприниматели, бизнес? Мы это и так знаем по последним отчетам бизнес-оптимизма и ФСЮ. Там все хуже некуда. Но потребители в связи с показателями инфляции, я думаю, что в связи с последними данными по уровнячным продажам, тоже уже менее оптимистичны относительно того, что в экономике все будет хорошо. Ну, сегодняшний Centix, опять же, нам позволит говорить об этом уже и с позиции цифр. Завтра мы к этому отчету вернемся. И в 22.30 сегодня пройдет выступление Эланса и Каплана, еще двух важных именитых представителей американского регулятора. Хотя, я думаю, что их риторика будет точно такой же, как риторика Дадли, Бостика, Каплана и Уильямса на прошлой неделе. То есть, это риторика абсолютной готовности американской экономики к росту процентных ставок. В общем, эта неделя обещает стать довольно интересной. И надеюсь, что доллар сможет воспользоваться затишьем в плане геополитики, для того, чтобы забраться повыше всех своих основных конкурентов. Ну, на этом мы, собственно, и делаем ставку. Друзья, на этом все. Большое спасибо за внимание. Увидимся завтра в 9.30 по московскому времени, как и всегда в прямом эфире через Перископ. Всего доброго. До свидания.